Сегодня в Екатеринбурге прошел второй день беспрецедентных учений гражданской обороны по предотвращению массовой гибели людей и ликвидации возможных последствий чрезвычайных обстоятельств. Учения начались еще вчера и за неимением эфирного времени мы лишь коротенько рассказали о виденном, а потому сначала о вчерашнем дне. Екатеринбургские спасатели во взаимодействии с мэрией, милицией, пожарными, медиками и прочими оперативными службами показали всему городу, чего стоят участившиеся в последнее время звонки о лжиминировании или, не дай бог, настоящая чрезвычайная ситуация в жилом доме. Для наглядности была выбрана, наверное, самая маленькая девятиэтажка в Екатеринбурге – одноподъездный дом номер 185-1 по улице 8 Марта в Ботаническом микрорайоне. 252 сотрудника различных силовых и оперативных ведомств около пяти часов вечера оцепили здание и прилегающие к нему территорию отрезов подъезда и пути отступления для возвращавшихся с работы граждан. Районные и городские чиновники встали на почтительном расстоянии, дабы в подробностях наблюдать за происходящим. Начался великий исход. Страх или даже хоть какой-нибудь тревоги на лицах эвакуируемых жильцов не было абсолютно. Дело в том, что за два дня до этих событий каждый из проживающих здесь был предупрежден о готовящейся зорлице. У нас предупредили, что как после сигнала тревоги, если такова-то состоится тревога, нужно выключить все электроприборы в доме, закрыть форточки, взять личные вещи. Ну, возможно, если будет на это время, но вообще эвакуация должна проходить очень быстро, минуты четыре. Самое главное – не забыть документы. Дабы избежать каких-либо недовольств, все-таки люди с работы пришли устали. За участие в этом шоу жильцам отремонтировали подъезд, поставили металлическую дверь, покрасили стены, вымели до пилинки двор и побелили уличные поребрики. А в то время, что им предстояло провести на улице, посулили еще и накормить отпуза. Им выдадутся талоны на питание, то есть после того, как они зарегистрируются, сразу выдаются талоны на питание. То есть враги в кухне не пройдут? Нет, не пройдут. Из 87 жильцов дома правила игры приняли 78. Остальные либо забаррикадировались в своих квартирах, либо заранее покинули псевдоминированное здание. Чиновники, наблюдавшие за происходящим, с трудом скрывали улыбки. Картинка действительно была что надо. Люди, предполагавшие, что на них будет направлен добрый десяток телекамер, привели себя в порядок. Дамочки сделали макияж, бабульки одели светлые платочки, некоторые мужчины повязали галстуки, некоторые отудюжили стрелки на трико. Неходячую женщину собирать начали, видимо, часа за три. Кстати, о времени. Многих весьма удивило то, как было расписано учение. Сначала был получен сигнал о том, что дом заминирован. Затем в срочном порядке в мэрии собрали оперативный штаб. Затем к дому выехали милиционеры, которые цепили территорию. Потом начали подъезжать различные службы, спасатели, минеры, медики, пожарные, паспортистки. Заняли свое место на площадке для сбора. Всюду были установлены таблички, чтобы умывальник нельзя было перепутать с ящиком для мусора. Затем различные начальники заняли наблюдательную позицию. И уж потом жителям дома было объявлено о подстерегающей их опасности. А если бы здание на самом деле было заминировано? Насчет подготовки в реальной ситуации на самом деле так и есть. Потому что мы сегодня ставим перед собой задачу. То, что расписано в документах, на бумаге будем говорить. У каждого, кто привлекается сегодня на учение, у них есть специальная папка, будем говорить. Так вот, в этом плане на самом деле техника готовится, она на самом деле находится в готовности номер один. И все, что сегодня делается, это есть на самом деле так. Говорить о том, что это мероприятие было абсолютно бессмысленным и крайне затратным, по словам того же Смирнова, больше 100 тысяч рублей, конечно, нельзя. Естественно, ни спасатели, ни пожарные, ни медики, ни даже милиционеры, хотя им поработать пришлось больше всех, ничего нового и поучительного из этой тренировки не вынесли. Зато чиновники смогли убедиться, что их еще кто-то может слушаться. Хотя бы 78 из 87 человек. Люди, живущие годами рядом, наконец-то познакомились друг с другом, проведя час на тесной детской площадке. А обновленная площадка, кстати, послужит еще и ребятам из других домов. Ну и, конечно, поработать в необычных условиях пришлось поварам комбината питания РТИ, приготовившим 250 порций пшенки с курицей, булочек и чая, а заодно списать под учение, изготовление деревянных столов и лавок, покупку брезентовой палатки, умывальников образца 1895 года и вафельных полотенец с надписью «Парикм». А сделано это все было в первую очередь, оказывается, для того, чтобы показать людям, смотрите, во что обходится баловство ваших детей. Если это перевести на день, то это свыше 100 тысяч рублей, вот, представляете, во что обходится один сложный день. Главный герой этого шоу, жители девятиэтажки, такими учениями были несколько удивлены. Ну ладно, их предупредили. Остальные-то, как им казалось, должны были работать по-настоящему. Если бы это было, может быть, более приближено к условиям, к реальным, допустим, все органы соответствующие не знали о том, что это будет такая, как быстро бы они приехали, как быстро бы они развернулись. То есть, ну, а для правил в том, что это такая реальность уже в нашей жизни, то понятно, что я положительно отношусь к таким учениям. Ну а сегодня по заранее продуманной легенде отрабатывалась ликвидация последствий как бы уже случившегося несчастья, если бомбу вчера обезвредить не удалось и дом взорвался. Кстати, искать бомбу вчера так и не стали, знали, что ничего нет. Так вот, сегодня в задачу ГОшников входил разбор пострадавшего дома. По замыслу предполагается, что он был поврежден, но выбран был другой дом, который сгорел до этого, еще где-то в марте месяце. И поэтому идут работы по его разборке и по вывозу строительной конструкции. Сегодняшнее учение, надо сказать, нас поразили еще больше. По плану сигнала взрыв этого дома на Мраморской 4В произошел еще в половине девятого утра. Однако в половине одиннадцатого на объекте не было еще ни души. Видимо, как и вчера, пока заседал штаб. Вчера к разбору дому все было готово. Не то накануне, не то еще утром территорию вокруг сгоревшего дома тщательно расчистили, чтобы удобнее было потом расположить технику. А деревянные конструкции аккуратно подпилили, чтобы, не дай бог, при разрушении не повредить вторую часть дома, в которой живут самые обычные люди. Такое гнетущее затишье на месте предполагаемого ЧП объяснил сам начальник ГОЧС города. Дело в том, что рушить это здание должны отнюдь не спасатели, а три МУПа Чкаловского района. В задачи штаба входит лишь координация их действий. А чтобы понять, как это трудно, попробуйте, например, хотя бы из одного ЖЭКа вызвать на одно время электрика, сантехника и столера себе в квартиру. А тут сразу три МУПа скоординировать надо. В общем, сегодня было еще веселее, чем вчера. Правда, нас заверили, что к шести часам вечера, то есть к концу смены у всевозможных коммунальщиков, от этой половины дома и щепки на кирпиче не останется. Может быть, мы уже проверять не стали. Спасибо.